Посёлок Бахчеванджи, Чкаловская, Щёлковский парк культуры и отдыха, детский городок на улице Комарова, улица Парковая. Эти территории теперь находятся под видеонаблюдением. Изображение с камер поступает на серверы программно-аппаратного комплекса «Безопасный регион». Развитие системы видеонаблюдения обсудили на комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений. Новые места размещения электронных глаз предложат полицейские. Мы будем наращивать систему «Безопасный регион» совместно с вашими предложениями. У меня вопрос по рабочему месту. Рабочее место у вас там нормально? Да, раз в межмуниципальном территориальных отделах выведена система безопасного региона и в межмуниципальном управлении, когда в дежурной части есть место. Вот такими камерами видеонаблюдения оснащена не только центральная часть города, но и удаленные микрорайоны всего в городском округе Щёлково. Таких видеокамер насчитывается более 780. С недавних пор их стали устанавливать и на подъездах домов. Одно из последних требований – установка камер в торговых заведениях. Они помогают в раскрытии не только квартирных краж, но и автоугонов. В систему включены видеокамеры, размещенные в местах массовых скоплений людей, на социально значимых объектах. Это учреждения образования – 222 камеры, здравоохранения – 106 видеокамер, коммерческих объектов – 93 видеокамеры. Сразу говорю, что коммерческие объекты устанавливают видеокамеры за свой счет. Под обзор видеокамер попали места сбора антиобщественного элемента, в том числе прилегающая территория к магазинам, особенно торгующим виноводочными изделиями. С прошлого года видеонаблюдением охвачены Огоднево, Трубино, Богослово и Литвинова. В 2019-м завершатся работы в Заголянском и Двежьих озерах. За неполные три месяца с помощью камер зафиксировано 41 правонарушение. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отметил работу народной дружины. Молодые люди помогают в патрулировании улиц вечером и во время массовых мероприятий. За год общий массив зарегистрированных преступлений сократился почти на 5%. Стало меньше краш из квартир и краш автомобилей. Возросло число совершенных мошенничеств на 29,7% до 192. В частности, на 28,9% увеличилось количество мошенничеств общего на направлении. Этот бич, конечно, в нынешнее время, разве до электроники, с помощью телефонов у нас очень часто стало на глазах, растёт. Если мошенников может побороть наша бдительность, то с помощью квартирных воров лучше всего справится всё та же камера видеонаблюдения, установленная на входе в подъезд. Камера, которая будет поставлена на подъезд, способствует тому, что предотвращает квартирные кражи. Полиция вместе с заинтересованными службами занялась проработкой вопроса создания опорного пункта полиции в микрорайоне Богородский и посёлке Монино. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».